Приветствую вас, и начать я бы хотел с того, что скажу, что я прочитал ваши сообщения не только в тексте, но и в чате, и постараюсь ответить на них и на то, что вы написали в тексте последовательно, то есть я постараюсь ничего не забыть, не упустить, и в принципе ничего из того, что ваш, ничего из того, на что направлен ваш запрос, надеюсь, не ускорбнёт от нашего с вами внимания. Итак, сначала нажать, нужно сначала, да, и сказать, что вот по поводу нашей деятельности вашей, вот смотрим, да, вы там в чате просили меня высказать своё мнение относительно того, ну, вот стоит ли вам разъезжаться, стоит ли вам как-то действовать по-другому, нежели, чем вам казала моя коллега. Понимаете, в чём здесь дело, ведь, ну, почему я не хотел спорить с коллегой, потому что сколько людей, столько мнений, по большому счёту. И понимаете, ну, я отдаю себя чёрт в том, что первое впечатление, которое вот, ну, имеется, да, первое впечатление, которое вы, так сказать, получили, оно, ну, оно, можно сказать, определяющее, потому что вам сложно будет от него отстраниться для того, чтобы что-то новое увидеть, но, тем не менее, раз вы впечатли, я скажу то, что думаю, и это то, что я думаю, оно выглядит так. Видите ли, мужчины вообще существа очень опаские на, вот, соперничество, на какие-то, вот, моменты, связанные с их самолюбием, с их гордостью, с их самооценкой и достоинством. И если вы, вот, даже сам факт того, что вы находитесь на работе, я вот вам говорил, например, да, чтобы вы, допустим, не уходили с работы, да, но при этом занимались какой-то другой деятельностью, если вы там писали про то, что вы на юридском учите, учите и так далее, это очень хорошо все, вот. Но, знаете, мужчина, в зависимости от своего, от своего восприятия самого себя, даже сам факт того, что, вот, вы находитесь на работе вместе с ним, уже воспринимает как вызов. То есть, основная проблема заключается в том, что мужчина воспринимает как вызов. Вот какой-то мужчина воспринимает как вызов, что-то одно, какой-то мужчина воспринимает как вызов, что-то другое, да. И то, что вам советует коллега, это правильно. Это правильно, это разумно, это действительно подкреплено определенными аргументами, может быть. Но, как хороший психолог, хороший специалист, коллега, исходит из того, что полезно, что лучше именно вам, вам, не мужа. А я, не умаляя достоинству коллеги, ни в коем случае не принижая ее, хочу сказать, что когда в отношениях два человека, несмотря ни на что, по моему мнению, нельзя учитывать только ваши цели, ваши желания. Можно и нужно учитывать еще и восприятие, еще и сторону мужа. Так вот, так получается, что соперничаете вы из-за него. Ну, я надеюсь, этот факт понятный. Почему? Потому что, ну, вы уверенный в себе человек, вы знаете о себе цену, да и как женщина вы лишены. Правда, у вас немного болезненного, немного дерзкого, немного глупого стремления к соперничеству, да. А мужчина, он бросает в силу, ну, свои приории, все мужчины будут создавать лидерство и соперничество. Так вот, мужчина в силу этого, он как раз-таки именно видит в чем-то вызов. Или того, чтобы решить окончательно для себя, что вам делать. Например, менять ли свою деятельность, но работать продолжать с ним вместе. Или работать вообще в другом месте. Понимаете, нужно понять, что он воспринимает как вызов. Вот если мужчина воспринимает как вызов то, что вы с ним работаете, ну, значит, тогда понятно, что вам на него уходить. Там эту противность лучше воспринимать, что будут все равно ошибки. Если мужчина воспринимает как вызов то, что вы ушли с места работы, то вы не захотелось с ним работать, для него это вызов. Соответственно, вы остаетесь. Но остаетесь, естественно, в другой деятельности, чтобы напрямую с ним не пересекаться. Если мужчина и то, и другое видит как вызов, такой может быть, то вы выбираете тот вызов, который наименее важен у него. То есть, тот вызов, который он воспринимает наименее ярко, наименее болезненно для себя. То есть, тот вызов, который меньше бьет по его достоинству, по его самолюбию, и который меньше стимулирует его к тому, чтобы свое поведение выстраивать, именно исходя из вот как раз стремления к тому, чтобы показать, что он может, он прав, он достоин, он силен, он всемогущий. Надеюсь, этот момент ясен. Дальше. Вы пишите, что у вас было идеальное партнерство на брак, а после брака проблемы начались, и, возможно, этим обеспечается ряд ошибок. Ну, вы знаете, на самом деле, если мужчина считает, что вы, вот, даже не считает, даже в прошлом времени, если мужчина видит, что вы его жена, и считает, что у вас есть там свое место, что вы должны выполнять определенные обязанности, и он вас подчиняет себе сам, да, он вас как-то вот старается принудить к чему-то, ну, старался, сейчас у нас наблюдаются перемены, но, тем не менее, то, естественно, проблемы возникают, потому что мужчина не может понять, как вот вы, да, будете его женой, его супругой, которая изначально ему вроде как подчиняется, которая изначально вроде как должна делать все, что он говорит, но при этом на работе вы, мягко говоря, не точно даже равны ему, а вы лучше него, вы превышаете его, вы обходите его по всем параметрам. Этот момент определяет, если не, ну, если не значительное количество ошибок, то, по крайней мере, больше шест, я на половину, потому что, если раньше вы могли совершенно спокойно заниматься профессиональной деятельностью, и это никак не соприкасалось с вами лично, то сейчас, когда у вас есть четкое социальное положение, то есть, точнее, у мужчины есть четкое видение социального положения своего и социального положения вашего, то, естественно, ему сложно принимать, что в другом раскладе, в другом ключе вы занимаете иное социальное положение. Мужчина это задевает и, соответственно, приводит, может быть, к ряду ошибок. Далее, что касается того, что вы пишете по поводу вопросов и по поводу того, что вы спросите прощения за то, что не раскрыли немаловажную часть. Ну, во-первых, в этой прощении не за что, потому что всего-на-сего упомнить нельзя. Это, во-первых. Во-вторых, знаете, я вот прочитал о том все, и, ну, есть моменты, чьи-то психологические, да, то есть, вот такие моменты психологические, о которых мне, честно говоря, говорить, в эфирологии, честно говоря, говорить даже неприятно. То есть, почему неприятно? Потому что, ну, серьезно, вот настолько избитый хатый, иногда просятся на язык, что вы прям хочете летних выбросить из головы. Вот, поэтому, если я их отказню, то, наверное, где-нибудь в конце, потому что, ну, чтобы в этой самую основную часть вам передать наиболее важную. Вот что я хочу вам, так сказать, отметить? Первое, то, что при прочтении вот того, что вы описываете, и особенно в контексте ваших вопросов, да, которые вы задаете, у меня такое вот ощущение, что я вот читаю некий такой, знаете, синопсис российского сериала, такой вот классический синопсис классического российского сериала современного. То есть, это где, там, работа, где мужчины успешные, роковая женщина, то есть вы, и вот все вот это вот так крутится вроде бы, все это негласно, все это вроде бы как, знаете, не откровенно, не ярко, но из этих договоренностей, из этих ситуаций складывается общая картина, которая определенно влияет на вашу жизнь и на жизнь мужа, но при этом найти реальных каких-то причин будет сложно, просто тому, что мужчине признать определенные вещи будет попросту очень-очень для себя сложно и тяжело. Значит, вы, ну вот, например, мужчине будет тяжело признать, что, значит, он имеет низкие тесты, вообще-то говоря, является потенциально, да, гораздо хуже директора, гораздо хуже директора. И вот здесь кроется первый момент. Ну, вообще говоря, значит, вот первый момент заключается в том, что вы сами, когда прошли тест, когда вам предложили должность гораздо выше, чем ту, на что вы надеялись изначально, вы, естественно, испытали очень серьезный подъем, мы, как бы, ну, отчасти вы заново открыли в себя свою ценность, отчасти вы опознали, что вы из себя представляете, и ваш муж, то, как он вас видел, то, как он вас, возможно, воспринимал, вот это вам показалось несоответствующее, то есть вам показалось, что мужчина вас недостаточно ценит, ваш муж. А директор оценил. Директор оценил, подавшись у вас, ну, пусть это будут не совсем личные качества, да, пусть это будут качества в большей степени профессиональные, но, тем не менее, оценил. И для вас это было важно. Для вас это было важно. Ну, не может просто так, мимо пройти подобный факт. Далее. Незмотря на то, что вы посмотрели на себя с другой стороны, и несмотря на то, что вы, как бы, пересенили себя в контексте восприятия вас директором, вы продолжали относиться к своему мужу, какому человеку, который, ну, вот, достоин, который лучше вас, да, который сильнее вас, там, ценнее и так далее. И после этого, когда вы, вот, вам пришла в голову мысль протестировать мужа, вот вы думаете, вы думаете, вам просто так пришла эта мысль? А к нему, не просто так. Для того, что вы переоценили себя. Переоценили не в смысле, знаете, как говорят, переоценили свои возможности, да, то есть думал, что может больше, чем на самом деле. Нет, переоценил не в этом контексте. Переоценили в том смысле, что сделали переоценку, увидели себя более реально. То есть, ну, и теперь вы после этого момента более адекватно и более полно стали видеть себя. Это хорошо, но вы поняли, что ваша самооценка, она поменялась, а вот то, как видит вас муж, осталось прежним. И это не могло не вступать в определенный диссонанс, в определенное противоречие. И это противоречие, это несоответствие того, кем вы являетесь на самом деле, и той, кем видел вас муж, и поспорил всего тому, что у вас появилось идея протестировать вашего мужа. С какой целью? С целью, собственно говоря, самой себе доказать и показать, а имеет ли право ваш мужчина, имеет ли он право относиться к вам определенным образом. Имеете ли вы основания полагать, что этот мужчина сильный, что этот мужчина достойный, что вы чем-то там хуже него, и, в общем-то, обоснованы ли его претензии или какие-то стремления вас подчинить, если такие были. Ага. И вы проверили его и увидели, что в действительности этот тест у мужчины гораздо ниже ваших. И это, конечно же, вас шокировало, это вас шокировало, мужчина этого не мог не видеть, мужчина не мог этого не воспринимать, для него это было, соответственно, тоже не очень приятным. И на деду приношло дальше. Дальше мужчина говорит вам, что он небредно заполнял эти тесты, то есть типа не старался. Ну, вообще говоря, самая банальная, наверное, защитная реакция, которая только может быть, у меня не получилось, потому что я не хотел. Вы знаете, дети, так говоря, когда им даешь какое-то задание, они его не выполняют, говорят, а, я не хотел, мне не было интересно, зачем я буду его делать. То есть самое ваш муж и сделал. Ну, по крайней мере, конечно, это все условно, да, но выглядит это именно так. Могу, конечно, ошибаться, и, может быть, ваш мужчина действительно не придал значения этим тестам, но, знаете, если женщина любишь, если женщина дорожишь, если эта женщина дает тебе какие-то тесты, то лучше этот тест пройти максимально хорошо, чтобы показать своей женщине, что действительно достойно. А тем более, что тесты не абы какие, да, достаточно серьезные, на профессиональную, как бы, деятельность, и мне не кажется это тем случаем, когда можно относиться к этому не серьезно. Если ваш мужчина относится к этому не серьезно, ну, то есть если у него это не было в защитной реакции, да, то тогда можно говорить о том, что, ну, в общем-то, его не особо вы волнуете. Но поскольку мы видим, что вы его очень даже волнуете, то, значит, это все-таки была в защитной реакции. И да, мужчина проходит тесты и проваливается. Что происходит у вас? У вас происходит переоценка его ценностей, вашего мужа, переоценка его значимости, переоценка обоснованности того, что он от вас требует, переоценка обоснованности того, как он себя ведет и так далее. Вместе с этим у мужчины возникает ощущение, что он хуже, ощущение, что он теряет какие-то свои внутренние права на вас. и, собственно, это его достаточно сильно начинает беспокоить, я уверен. То есть вы, конечно, об этом не пишете. То есть вы пишете, это только то, что, только то, что он вот тесты, значит, тестов не прошел, повторил тесты, тесты, значит, еще раз не получилось пройти, да, и, собственно, вот такой вот момент. Далее вы идете с этими директорами, здесь вы совершаете не то, чтобы ошибку, но вы совершаете достаточно обраданный, достаточно неестественный поступок для женщины, но достаточно практичное действие именно с женской точки зрения, но неправильный поступок с мужской с точки зрения. По сути, что вы сделали? Вы перед другим мужчиной, потенциально, конечно, то есть не так. Перед другим мужчиной, который по факту реально не представлял для вас интереса, как мужчина, да, то есть не был соперником, но который потенциально им являлся. Вы, конечно же, не учли, не учли, а, может быть, и учли, но не придали значения или предсчитали в силу того, что вы недоточный определенный человек, что этот фактор можно этим фактором пренебречь. Так вот, вы предсчитали, что мужчины не будут себя сравнивать друг с другом, но понимаете, что вы очень сильно, очень сильно потеснили самолюбие директора, потеснили его чувство собственного достоинства в тот момент, когда он расписывал вам, как вот вам будет тяжело с мужем по жизни и так далее. Пусть его предсказания сбылись, пусть он не настраивал вас против вашего мужа, вряд ли он был бы директором, если бы он это сделал, и вряд ли бы вы его уважали, если бы он стал это делать. То есть тут, я думаю, все понятно, но сам фактор, директор восхищался над вашим мужем, директор во всех отношениях лучше вашего мужа по этим тестам и, безусловно, конечно же, он считал вашего мужа человеком низкого качества второго или третьего сорта. И не знаю, в курсе ли был мужчин, ваш муж этого или нет, но то, что вы эти тесты кому-то отдаете, то, что вы эти тесты с кем-то сверяете, он знал. Ему это было неприятно. Ему это было не очень комфортно это осознавать. Далее происходит серьезный проект, в котором участвовал ваш муж и, несмотря на то, что, опять-таки, вы дали этому проекту жизнь, то есть, вы его выиграли, но мужчина на вас как-то сыграл, он за счет вас тоже проявил себя, как юрист, хотел, не верил, и вы выиграли. Выиграли, мужчина повеселел, он поверил в себя, вот вы здесь пишите, что он не ожидал, что все так раньше закончится, и, собственно говоря, у вас, у вас, у вас подникает надежда, появляется надежда на то, на то, что благодаря этому делу вы сможете устроить мужа на работу, и вы, опять-таки, за своей практичной точкой зрения, с точки зрения женщины, вы считали, что все это реально. вы знаете, далее идут, пойдут, точнее, несколько таких фактов, которые вам покажутся, наверное, смешными, или, может быть, вы скажете, что такого быть не может, это не про вашу ситуацию, тем менее, я прошу отнестись к этому немножечко, как бы это сказать, снисходительственно, постарайтесь поверить в то, что я не отнечего делать вам это говорю, и хотел, чтобы вы просто попытались увидеть что-то в этом рациональное, потому что это имеет место быть. В той или иной степени место быть это имеет. Итак, вы выигрываете дело, просите мужа повторно пройти тесты и устроиться на работу. Опять к директору. Мужчина понимает, что вот если раньше, по-вашему рассказу, получается так, что вы даете своему мужу определенные тесты, то есть вы не говорите ему, откуда эти тесты вообще договора развелись, то есть какова их природа, может быть это у вас проскальнивало разговоры с мужем о принадлении этих тестов, но в том, что вы пишете, вот как вы описываете ситуацию, нельзя сказать, что до того, как вы просите мужа повторно про эти тесты, он знал, откуда эти тесты происходят, из какой организации. если он знал раньше, что эти тесты идут из той организации дела, которое вы защищали, соответственно, у него уже раньше могли возникнуть ощущения, что эти тесты как бы находят сравнительную характеристику вашего мужа не только с вами, но и с теми, с кем вы работаете. И вполне вероятно, мы честно думаем, что там есть представители мужского пола, которые могут как-то вам нравиться. И эффектно для мужчины это был достаточно очевидимый удар. Теперь, когда вы выигрываете дело, мужчина, ваш муж, понимает, что он чего-то стоит, у него появляется окреление, появляется обосновение, он проходит тесты на рамки начальника безслужбы безопасности, он начинает верить в себя, понимает, что он ничем не хуже тех людей, на которых вы можете равняться, тут дело вступает директор. И ваш муж понимает, что вот когда директор соглашается на то, что он, ваш муж, может устроиться на должность, но через обучение муж понимает, что вот директор это тот самый мужчина, который как бы неизримо стоял с вами, то есть с вами лично и рейнгар и с ним, и который как бы как бы может быть негласно, может быть пассивно заставлял его, вашего мужа чувствовать себя хуже, чем он есть на самом деле. обучение. Почему директор предложил пройти обучение? Вот этот момент он является тем самым моментом, который я попросил вас принять в том свете, попытаться по крайней мере принять, я не жду вас, что вы это сделаете, попытаться принять его в том виде, в котором я вам подал. Почему директор значит вот подал такой знак, что мужчина может работать у него, но только если пройдет обучение. Обучение сложно, обучение заветом сложно. И он, директор, при всей его осведомленности относительно вашего мужа, не мог не знать, что для вашего супруга это будет тяжело. Он не мог это не знать. я уверен, что он знал, что обучение вашему мужу нелегко. Он это знал, и он все равно это сделал. Почему? Потому что надеялся, надеялся, и здесь важный момент, надеялся осознанно или нет. Этот момент, к сожалению, я не могу вам точно сказать, потому что это даже не третье лицо, это даже не ваш муж, это лицо совсем отдаленно, и соответственно, я не смогу только сделать предположение, но он надеялся, определенно надеялся, что ваш муж обучения не пройдет, сдастся и откажется от этой идеи. Брикто хотел показать вам что на момент сдачи вот этого обучения, на момент того, когда вы выиграли дело, уверен, между вами и директором уже была какая-то связь. То есть связь не интимная, вы не подумайте, связь не личная, вы не подумайте, но вы, директор, уже интересованы. И как любой мужчина, он не хотел считать, что есть кто-то, кто может приблизиться к нему в контексте вас. А если бы он принял вашего мужа на работу, это было бы именно так. Сколько какими бы серьезными не были бы мужчины, какими бы успешными, какими бы влиятельными не были, никто никогда не уберет из их природы из их природы, прошу обращения, соревновательный аспект, аспект такой вот немного дерзкий, немного подростковый, и на это нужно всегда делать оглядку, на это всегда нужно как бы обращать внимание при поведении при поведении с мужчинами и при взаимодействии с ними уверен, что вы в силу своей серьезности исключительной логичности мышления можете на это внимания не обращать, потому что вам кажется, что вот ну как так, вы такой серьезный человек, да, вы очень серьезный человек, вы работаете серьезными людьми, и тут вот такая вот, такое вот ребятство, можно сказать, сказать. Значит, мужчина, мужчина, ваш муж понимает, что он уже откровенно соперничает уже не из какой-то организации безликой, а с директором, который скорее всего испытывает к вам какую-то симпатию по мнению мужа, он понимает, что вот если этот пресс не пройдет, если на работу он не устроится, то последнее дело он будет проигравшим и означает для него, ну если не потери у вас, то значительные прессы своих позиций. То есть такая вот политика, политика, прям холодная война. И ваш муж проходит тесты, несмотря на то, что ему тяжело, несмотря на то, что ему плохо, он все это проходит. Он проходит все необходимые тесты, и дальше происходит что? А дальше происходит то, что директор попросту не отреагировал на успешное проколдение вашим мужем этого теста. Директор не отреагировал на то, что мужчина выполнил все условия поставлены директор. Почему? Почему директор не отреагировал? Главный вопрос. Потому что он не мог, ему гордость не позволила принять таки на работу человека, которого он заведомо облег форму недостойного, повесил на него ярлык трудного человека, некомпетентного человека и сказал вам, что у многих людей такая картина, такая жизнь. То есть, по сути, он отнес вашего мужа к числу еще одних людей. Еще одних, такие же, как все. Я надеюсь, это вам явно кто отнес вашего мужа к числу таких же, как все. И он, если бы принял вашего мужа на работу, он бы тем самым признал бы свою ошибку, что он мужа ошибся, то есть, что он действительно не такой уж плохой и не такой уж проблемный, не такой уж трудный человек, что ваш муж достойный сотрудник, достойная личность. Это предназначено для директора или ошибку, то есть, он должен был представить свою ошибку. И свою ошибку не только перед собой, но и перед вами. И еще неизвестно, что хуже, что негативнее. Либо он должен был представить себя так, что он принял мужа ради вас. То есть, у него личная заинтересованность в том, чтобы оказать вам услугу в принятии вашему мужа на работу. Несмотря на то, что он по-близимому стал бы его человеком второго сорта. Я надеюсь, вы понимаете, что ни то, ни то, оба эти варианты были для директора неприемлемы. И именно поэтому он так себя провел. Вот теперь вы знаете причины. Я надеюсь, вы знаете причины, по которым директор этого не сделал, то есть не принял вашего мужа на работу. Ну, а далее компания разломилась, и ваш муж, он собственно говоря, теперь считает, что ну, в общем-то, наступил его триумф. Тот мужчина, директор, он потерпел поражение, потерпел крах. Этот крах для мужчины, для вашего мужа является тем моментом, который можно обратить против директора, то есть на этом моменте показать, что ваш муж во всех отношениях лучше, а директор хуже, потому что он в итоге оказался в тюрьме, да, и собственно говоря, муж имеет полное право теперь как бы но к директору относится негативно как к человеку второго сорта. Ваш муж не мог не знать, не мог не чувствовать, что директор не относится к нему серьезно или относится к нему достаточно необъективно, субъективно, да, и мужчина как бы возвращает теперь долг ему, возвращает ему то же отношение. Если раньше ваш муж был выхожден, старался равняться на этого директора, старался доказать ему, что он достоин, то теперь ваш муж считает, что достоин он, а директор не является достоином, и поэтому он же считается директором мошенником и запретил вам с ним связываться, помогать и так далее. По дению директора он рад, да, конечно же он рад, потому что это вношает его дискредитация, дискредитация директора и полная реабилитация вашего мужа. Мультипромный тест спрашивал, им работу мог устроиться к этому директору, и вообще ничем не худе этого самого директора, а директор в итоге угодил, угодил решетку, а он остался и достаточно успешный, вообще даже дело выиграл вместе с вас. То есть это вот такая, знаете, на мой взгляд, ну вот чисто сериальная то есть вы не поймите меня, пожалуйста, превратно, я не хочу вас обидеть, но это просто такая вот сериальная в плане негласности, в плане своей двусмысленной ситуации. То есть если вы спросите у директора, если вы спросите у своего мужа как обстоят дела, почему он рад, в принципе, то, что директор попал в решетку, это не умаляет его качество, и то, что он мошенник, это очень весьма условно, потому что если разбираться досконально, то я уверен, там можно найти много моментов, которые оправдывали бы директора, вот, но все это мужчины вам естественно говорить не будет. Видите ли, основная проблема в таких вот моментах всегда, в тех событиях, в этой ситуации в том, проблема основная, что мужчины иногда даже сами не осознают, что ими движет. Вот это вот, например, со стороны выглядит, как соперничество, со стороны выглядит, как желание подсоставаться перед вами, нежелание признавать своих ошибок. Со стороны это выглядит так, но мужчины как субъекты ситуации, то есть как люди, как лица, находящиеся непосредственно в ситуации и имеющие определенную эмоциональную вовлеченность в нее, этого не осознают. Они уверены в том, что ими движутся совсем другие мотивы, ими движутся совсем другие цели. И эти цели они считают истинами. Их расширить на нее осознают что-либо элемент оперной дитой. Это говорит о том, что все-таки самосознание присутствует, а если нет, то тогда бесполерно что-либо говорить и бесполерно что-либо спрашивать. Но я надеюсь, что причины и массивы вашей причины мотивы вашего мужа, ваших мужчин, скажем так, для простоты вам более теперь яркие. Далее мужчина стал, что директор помогал вам стрихологам и это тоже вредно воспринималось как позитивно потому что хотя бы чисто по собственному опыту да, вот просто как мужчина могу вам сказать что мне было бы неприятно если бы какой-то там мужчина да, как коллега по работе помогал бы моей супруге скажем с психологом потому что психолог это довольно личная работа и значит она говорит этому человеку что у нее проблемы если у нее какие-то там конфликты и она высказывает ему на виду психолога а мне получается ничего не говорит и получается что она духовная более близка с этим человеком который помогал психологам чем со мной в теме как мужчине как муже это будет неприятно конечно другой вопрос в том как я это вырешу как потом выразить ваш муж но думается мне что вся эта ситуация повлияла на вашего мужа так что он стремится вас подчинить и полностью ограничить ваши выезды куда-либо и так далее то есть в какой-то момент мужчина знаете когда вы встречались когда вы познакомились когда вы начали встречаться еще до свадьбы мужчина осознался при нем очень достойная женщина что он вас любит что он с вами восхищает что он хочет быть с вами и так далее потом это как бы немножечко ну знаете пренеприняйзило то есть ну враг поэтому мужчина начал относиться к вам как к своей жене и так далее далее ваше значение вновь подскочило подскочило когда мужчина начал проходить тесты он понял что вы гораздо лучше него может быть он как бы заново осознал кто перед ним в вашем лице с кем он находится браками и что вы вы его жена вы пользуетесь очень большей встрепенностью и для мужчины это наверное для вашего мужа это было наверное ну неожиданностью это было неприятным сюрпризом несмотря на то что он знал кто вы и именно этим обуславливается его желание всяческого вас ограничить именно этим отец объясняется его не желание вас отпускать куда-либо потому что он боится что если вы будете без него то вот так вот моментально найдете себе другого более достойного по сравнению мужа мужчина так как абсолютно любой мужчина по его мнению хочет быть с вами и такова его реальность и надо понимать что именно это отчасти влияет на поведение вашего мужа именно это дальше не стремится ли он соперничество директором ну на эту тему договорили мы достаточно много и я надеюсь что на этот вопрос я вам ответил я специально хотел не хотел отвечать на него вот так вот отдельно чтобы вы как бы органично в процессе видели элементы этого самого соперничества и лишь только хочу дополнить что мужчина теперь вероятно всего постоянно противопоставляет себя директору несмотря на то директору все потерял и так далее мужчина все равно противопоставляет себя ему и возможно именно это стимулирует человека к тому например чтобы показывать вам свою независимость потому что в первую очередь мужчина понимает что именно благодаря вам у него есть какие-то успехи именно благодаря вам например он выиграл дело вы сами являетесь независимым человеком и директор также является независимым человеком и мужчину это напрягает мужчине это очень не нравится. Мужчине это не по душе, что он зависит от вас, он видит какие-то ваши откровенные достоинства, которые помогают вам решать определенные проблемы. А у директора, например, ничего этого нет. То есть директор сам спокойно сможет решать свои проблемы. Он более не более независим, а значит, более лучше. И мужчина, блядь его подставляя себя ему, отчасти хочет быть такими-такими, как директор. По крайней мере, в ваших годах. Чтобы вы его таким видели. И это его цель. Но, вы знаете, казалось бы, вот увидел мужской идеал, да, ну иди к нему, старайся быть таким же, как тот, кто тебе нравится, например. Но в действительности не все так просто, к сожалению. Врач-мужчина не может этого сделать прямо, не может это сделать естественным путем, потому что это означало бы, ну, за-первых, за-первых, означало, что он действительно хуже. А этому мешает гордость. Раз мужчина очень горд. Гордость вообще мешает признаться человеку, что он где-то не дотягивает. И вот этот момент, это противоречие, когда, с одной стороны, мужчина понимает, что он не хочет, что он недостаточно хорош, что мужчина лучше него, что он где-то там не дотягивает. Это, с одной стороны, мешает мужчине, вот как раз-таки, делать все эти вещи, на которые вы жаловы. То есть, там, нежелание заниматься собой, нежелание лечиться, нежелание решать какие-то проблемы, и так далее. Это как бы защитная реакция. То есть, вот, я знаю, что если лучше меня, мужчина, но я специально не буду стремиться быть лучше, я буду таким, как вы, они даже выпрячивать свои недостатки, типа наглядно, выпрячивать их еще больше, чтобы вы эти недостатки видели, и тем самым мужчина как бы говорит, ну вот я такой-другой, вот ты, то есть вы либо оставайтесь со мной, либо уходи там, вот, куда угодно. То есть, это такая вот, опять-таки, немного детская, немного ребяческая позиция, продиктованная гордостью, продиктованная чувством соперничества, и еще одни качества. Качество, которое я, ну, которое не только я, но и вообще, называется мизантропия, то есть стремление к негативу. Вы писали в чате, что ваш муж везде видит негатив, у него отрицательное отношение, а вы испытываете удовольствие от того, что решает эту задачу. Так вот, еще и мизантропия, ага, такое вот, отрицательное, да, пессимистическое отношение к окружающему, к жизни, к себе, всего рядом вместе, ну, сделало возможным такое поведение вашего мужчину. И вот только сейчас, когда он понял, что действительно может вас потерять, причем, если раньше он, может быть, расслабился, когда директор сел, он почувствовал, что соперника больше нет, и он начал активно проявлять вот эти вот свои, свои качества, свои стороны, о которых я говорил, да, вот прячивать свои недостатки и так далее. И одновременно стремяется к тому, чтобы исключить повторение этой ситуации. Так вот, он думал, думал, что если директор сел, и он вас будет ограничен, то вы будете только с ним. Ну, в действительности, видимо, что несмотря на отсутствие директора, несмотря на желание вас забереть в квартире, в комнате, в доме, вы все равно продвигаете свои интересы, и мужчина отказывался верить в то, что вы можете войти в них слишком далеко, но вот сейчас, вроде бы, он поверил, и только сейчас, благодаря критическому переживанию, благодаря, по сути дела, ну, уже выбор, либо вы, либо быть с вами и стремиться стать лучше, либо быть одному и быть тем, кем мужчина привык себя видеть, и следует своей гордостью, и мужчина выбирает, вроде бы, вас, и только вот сейчас, от этого соперничества, мужчина, наконец, вроде бы, как отходит. Как это будет влиять на ваши отношения в будущем? Ну, здесь можно сказать так. Во-первых, если ваш мужчина действительно будет стремиться стать лучше, то он сам убедится в том, насколько это хорошо, насколько это прекрасно, развиваться, прогрессировать, становиться лучше, пристегать в новые вершины и так далее. Если ему понравится, если он видит результат, то подобное соперничество, оно равно останется, потому что мужчина знает, что и директор может выйти, и что другого мужчину вы можете встретить тоже, который вам в душе придется, и вообще он может вас потерять, сперва знает это. Хоть мужчина будет теперь, значит, вполне возможно, пытаться все решить перфекционизм. То есть это вот такая, ну, другая крайность. Если до этого мужчина, по сути дела, все решал позиции, я такой, какой я есть, и меня, я не изменюсь, не принимаю меня, вот таким либо не принимаю вообще, то теперь мужчина, мы, вполне возможно, будем начать стремиться к тому, чтобы быть вообще идеальным, и здесь вам нужно, ну, все-таки, просто вовремя его остановить, дать ему понять, что вы все-таки любите его таким, как он есть, с его недостатками пусть и, но все равно любите его таким, как он есть, просто хотите, чтобы он что-то делал для развития себя самого и для развития ваших отношений, чтобы он просто обращал внимание на вас, на ваше желание, если вам, в принципе, больше ничего не нужно. То есть вам очень важно не даст мужчине погрязнуть в этом вот стремлении к идеальному себя, к идеальному я. Потому что, улучшив одно, ну, это какие-то люди могут начать улучшать другое, лучше другое начать улучшать третье и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и могут посвятить всю свою жизнь улучшению. Нельзя не отметить, что подобная позиция, подобная стратегия очень негативно отражается и на работе, и на личных отношениях, и на самом человеке. То есть человек, по сути дела, остается тем же, только теперь у него направленность на другую. Страшно, что человек не хотел ничего делать, теперь он только и делает, что улучшает себя. И самое страшное в этом то, что улучшая себя и становясь лучше, такой человек начинает предъявлять требования на другие. И вот эти требования могут и дать, ну, попросту говоря, невыносимы. Потому что мужчина, даже не мужчина, а если любой человек стремится к идеалу, то он, соответственно, не признает ничего не идеального. А поскольку не идеально все, то человек и себя, получается, предостает принимать таких, как он есть, и других принимать такими, как и они есть. Ну и не нужно говорить о том, насколько это ужасно и насколько это разрушительно скажется на ваших отношениях. Едва ли не более разрушительно, чем то, что было до этого. Возможно, и другой вариант. Значит, если мужчина начал стремиться быть лучше, если мужчина начал как-то меняться, но меняться ради вас, если результат он сразу не увидит, если вы не отреагируете должным образом, от вас требуется такая реакция. Вначале во всем его поддерживать, но при этом постоянно напоминать ему, что вы любите его таким, как он есть. Чтобы он улучшил то, что необходимо, то есть не критично, но без, знаете, без фанатизма и без преувеличения, то есть без излишнего улучшения, без излишней увлеченности в этом направлении. То есть от вас требуется сперва его поддержать во всем, сперва прямо восхищаться тем, что он делает, то есть отрадоваться за него, там, как бы говорить, как он молодец и так далее. Потом, когда вы увидите, что какие-то результаты появились, значит, вы принимаете его таким, как он есть, чтобы результаты были естественными. Тогда это органично вольется в вашу жизнь. Тогда это органично станет счастье в вашем взаимодействии, а улучшение станет счастье вашего мужчины, которое просто-напросто дополнит то, что вам не хватало для совместной и счастливой жизни, для полноценной совместной и счастливой жизни. А что касается отрицательного варианта, если мужчина разочаруется, он просто еще больше подастся в то, что было для этого, то есть это еще больший акцент в сторону того, что он такой, как он есть, и что вы должны принимать его таким, как он есть. Ну, в общем, все то же самое, что было, только в два-три раза сильнее. Вот именно так это может повлиять на ваши отношения. По крайней мере, так видится мы делаем. Можно говорить и о переносе этого образа, образа директора на одно из других мужчин. То есть мужчина только сейчас хочет быть лучше, но вопрос в том, на кого он равняется. Вот на кого он равняется и она хочет быть лучше. На того, кого видите вы? На того, кого видит он? Или он просто хочет быть лучше? В зависимости от этого, могут быть разные развития ваших отношений. Если того, кого видите вы, соответственно, он понимает, что вы, наверное, восхищенный директор. И он будет отчасти стараться быть подходим на него. Ну, таким же, как он все равно. Если, допустим, он увидит, что вы кому-то другому говорите, с кем-то другим советуете, он начнет быть похожим на него. Это если он ориентируется на ваш взгляд. Если на свои, то, опять-таки, кто для него идеал? Кто для него, так сказать, кумит? На кого он может советировать? Вопрос. И если это кто-то реальный, то он будет на него равняться. Он будет серьезно похожим быть на него. Судя по тому, как ваш мужчина себя ведет, я думаю, он достаточно много усилий предложит для того, чтобы быть таким, как этот кумит. Ну, и вряд ли вам это понравится на самом деле. Или потому что это будет не совсем ваш муж, а это будет тоже кто-то другой. И если он просто хочет быть лучше, то это самый лучший вариант, самый хороший, самый правильный и адекватный. Другое дело, что все начинает быть лучше. Просто. Есть какие-то проблемы у человека. Например, проблемы с здоровьем, да. Проблемы, там, интенсивные, жирные и так далее. Эти проблемы, и что они делают? Они мешают жить. Они ограничивают свободу. Ну, его свободу ограничил, ваша свобода ограничила, да. Эти проблемы нужно убрать, чтобы быть более свободным. Хорошо. Запустим эти проблемы убрать. Что дальше? Хорошо, остается вот это вот подчинение, да. Подчинение и ограничение. Тоже проблема. Почему? Опять, тоже свобода. Это мешает и ему, и вам быть свободным. Мужчина должен вас постоянно контролировать, и вы этот контроль постоянно испытываете, и в итоге ни вы, ни он, ни свободны. Несвободные люди не могут быть счастливыми. Мы сейчас не говорим о том, на самом деле, что для каждого свобода. Мы сейчас говорим лишь одно, что этой свободы нет. То есть, этот человек не испытывает никаких откровенных ограничений, ему сложнее дать определение о свободе. Потому что, ну, всех, ну, не знаю, что такое свободы. Я, в принципе, не могу назвать себя несвободным, думаю, думает такой человек. А у вас есть откровенные аспекты, которые мешают вам быть свободными. Вот их нужно убрать. И, по сути, все. И если вы увидите, что мужчина нацелен на то, чтобы достигать какого-то идеала, а это проявится в том, что он не будет убирать полномерно и целенаправленно все те аспекты, которые мешают вашей свободе, то вот тогда его нужно направить. Его нужно направить и сказать, дорогой, не нужно быть таким, как кто-то, не нужно равняться на кого-то. Нам нужно давай постараться быть просто лучше и просто убирать все точно, мешает нам быть свободными. Вот и все. Вот именно так это может влиять на ваши отношения. Дальше то, что вы писали, значит, в своем тексте, значит, по поводу работы я сказал, в принципе, то есть, ну, свое мнение я высказал. По поводу второго образования, значит, ну, значит, собственно, знаете, вот это уже в конце, по поводу образования. Мне хочется вам показать так, что мужчина не любит свою профессию, во основном потому-то у него вкратце все в семье судьи и адвокаты, и он тоже вынужден был стать такими. Это, вы знаете, проклятие рода, когда у тебя поколение, многие поколения врачи, и ты тоже сейчас врачом, а ты хочешь быть, там, например, певцом. И тебя, конечно, никто не поймет и не примет, в этом облывает и вынужден работать там, где тебе не нравится. Вполне вероятно, ваш мужчина оказался заложником своего рода, если так, то с психическим воспониманием. А то, что вам нравится решать задачи, и то, что вы испытываете удовольствие, это здорово. Это значит, что вы любите трудности, потому что понимаете, что через трудности человек развивается, через трудности человек прогрессирует. Вообще, когда человек решает любые проблемы, он развивается как личность, как индивидуальность, как социальный индивид, и открывает в себе новые возможности. Я надеюсь, это вы очень хорошо понимаете. Если не понимаете, то не важно, главное, чтобы вы продолжали развиваться. Если помните, я говорил вам о том, что есть некоторые мысли, которые очень противны, которые настолько противны, что не хочется их говорить. Я о них не забыл, и в конце скажу вам, что вот когда вы написали, что внешне эти мужчины очень похожи, оба полные, не привезли бы в одежде, и оба упертые. Вы знаете, я подумал о том, что это что-то связанное с вашим образом мужчин. То есть, у вас есть, так сказать, анимус, внутренний образ мужчин, поформательный образ мужчин, который вас привлекает. Вам нравятся полные мужчины, не приверили бы в одежде, и оба уперстые. Эти характеристики как олицетворение для вас мужественности. И не потому ли вам понравился директор, что он такая улучшенная версия вашего музея на церкви. То есть, вы любите не его, вам нравится не он, у вас и бассейна была не Грестеру, а просто образ мужчины, который вам пришел внутренний образ. И именно потому он вызвал у вас и бассейн, что, ну, это просто такая, знаете, прокачанная версия вашего музея. Если так, то нужно понять, что у вас с бассейн, подсознательность с бассейн вызывает не личные качества человека, а именно вот этот вот набор. Ну и плюс, конечно, еще и успешность, да, интеллект, там, что-то еще. Я думаю, вы сами легко все дополните этот список. Но вряд ли сам имеет место какие-то индивидуальные черты. Именно индивидуальный внутренний мир. И этим отчеркиваем можно объяснить ваше резкое охлаждение от директоров. А можно, как только директор перестал отвечать вашим требованиям, перестал совпадать с образом вашего мужчины, в итоге подчеркивает к нему охлаждение, что говорит о том, что, ну, как таковой симпатии к нему у вас не было. То есть да, симпатия была, пока он соответствовал. Как только соответствует перестал, то сразу симпатия уезжала. В этом случае я рекомендую вам, чтобы, знаете, понимать, истиннее ли у вас чувство к мужчине или нет, задавал себе вопрос, а чем он отличается от других? Интересует ли ваш его внутренний мир? Готовы ли вы его принять, если у него не будет каких-то качев? Если готовы, значит чувство искренне. А если нет, если вы не готовы отойти от образа, который вы как бы сами видите, значит это именно согласие к образу, к тому собой, что вы видите, видите, а не то, что есть, ну, а не то, что есть на самом деле. И я надеюсь, что с мужем у вас все-таки больше, ну, как бы, мужем вы видите не как образ, а вас интересует его внутренний мир, и вы готовы применительно к нему отойти вот этому образу. Я думаю, что это так, но тем не менее, чтобы вам было проще, я даю такую рекомендацию. Рекомендации направлены на то, чтобы отсеять верну от плевел, или семена, бля, у него все помнят по словам. Вот. И чтобы вам было проще понимать природу своих чувств. То есть, для простоты, если вы увидите полного, непривередливого, непривередливого, упёртого мужчину, который не очень много внимания обращает на одежду, ну, который, ну, то есть на внешний вид, который при этом успешный и востребованный, умный, интеллигентный, образованный, эрудированный, то такой мужчина уже имеет шанс, вам понравится. Но другое дело, что это просто набор качеств, который вызывает у вас симпатию, который вызывает у вас любопытство, который вызывает у вас, может быть, ощущение надёжности, ощущение определённости с таким мужчиной, может быть, ощущение силы, потому что вы сами достаточно сильные женщины. А тем не менее, по этим нет ничего. Бросящие парни, как, например, мужчинам могут нравиться, там, блондельки, скажем, да, или кому-то нравятся полные девушки. Ну, можно, например, видеть, да, как мужчина, там, на такой экипаж, там, просто-напросто обращает внимание, что-то не идёт в компанию друзей, и навстречу идёт такая девушка, что она их провожает взглядом. Она им нравится. Но, понятно, что это просто набор качеств, и не более того, при ближайшем, при ближайшем, так сказать, взаимодействии, выяснится, что кроме этих качеств, там больше и больше ничего и нет. У вас сложнее, потому что вас привлекает ещё и интеллект. А интеллект в своём проявлении, он многообрядок. И за счёт этого ваша свидатель, она более сложная по своей структуре. И, конечно же, кроме чисто зрительного момента, обладает ещё и аспектами внутренними, аспектами чувственными и так далее. Но сегодня я очень рекомендую вам задавать свой вопрос, потому что, скорее всего, мужчин таких вы ещё будете встречать, потому что вы самый успешный человек, значит, будете общаться с людьми успешными, и чтобы, ну, не вносить лишнюю снятицу в вашу жизнь, в жизнь вашего мужа, нужно уже заранее отдавать себе всё, почему вам нравится, например, тот или иной мужчина, дабы, ну, дабы адекватно ситуацию оценивать. Поэтому чури, Ирина, я надеюсь, что вам понравится то, что я сказал, я постарался разобрать всё, что вы написали, я надеюсь, что вам принесёт это пользу. Желаю вам удачи, всего доброго, пишите, если ещё будут какие-то моменты, тогда я вам помогу. Всего доброго.